Ну, охота на снарк это, знаете, такое таинственное произведение. Мне кажется, там есть такая тайна в нём. Когда вот читаешь его, то как раз и непонятно, есть тайна или это сплошная бессмыслица. Это своего рода такая приключенческая литература, на мой взгляд, потому что любой читатель, отправляясь вместе с этими охотниками куда-то там на остров, за этим таинственным снарком, он как бы отправляется в своё персональное приключение. Это персональное приключение для него. Именно персональное, потому что как раз ему будет явлен, может быть, какой-то определённый смысл в этом произведении. А может быть, и ничего не будет явлено, потому что он воспринял это как бессмыслицу полную. Но редко это бывает, все что-то в этом пытаются усмотреть. Некоторые относятся, значит, к этому произведению примерно как к текстам Настапдамуса, допустим, да, пророческие какие-то вот такие тексты, что-то там можно усмотреть. И в этом отношении, конечно, это произведение таинственное по-своему. Я бы сказал, да даже не я скажу, а, по-моему, этот король так называл «Каникулу ума», да? Вот, как бы, тут даже есть такой терапевтический смысл в чтении вот этого странного произведения. Субтитры создавал DimaTorzok